Да, немцев не дожали, но дожмем. Из того, что еще принципиально важно, начала звучать информация, предложение, а как известно, сначала было слово о предоставлении Украине F-16. Вот когда будут поставлены Украине вот эти боевые самолеты, тогда я, Роман Цымбалюк, скажу, что наконец-то наши союзники пришли к правильному выводу, что разбазаривать народные деньги недопустимо, потому что танки, будь то Абрамс или Леопард, если их с неба не защищают самолеты, они уязвимы, и они тоже горят. Это факт. И вот Нидерланды сказали вслух о том, что правительство Нидерландов готово, да, потенциально слово это тоже звучит, обсуждать передачу Украине истребителей F-16. Ну, там сказано, если Украина обратится, но Зеленский не заставил себя долго ждать и сказал, что самолеты мы забираем. То есть, еще раз, из такого, что вот недоделано, недожато, нет танков, нет решения, нет публичного решения о танках, но оно будет, я говорю о Лепардах-2. И дальнобойные ракеты тоже публично не анонсированы. И когда Милли и Остин проводили пресс-конференцию, как вы думаете, какие вопросы задавались им? Правильная позиция Германии, правильная она, неправильная. Остин Шольца плохими словами не называл. Хотя, вот я смотрю, тут один из российских фашистских телеграм-каналов, которые ведет команда Прикожина. Так смотрите, какое они разместили здесь фото. Тут не знаю, сфокусировалась ли камера, но здесь Олаф Шольц проходит в разделе «Герои операции Z». Разведчик-диверсант Олаф Шольц остановил колонну натовских танков. Это от Прикожина такая шуточка. Я думаю, что вот такие вот высказывания со стороны российских террористов, они как раз и добавляют вот эти вот зернышки на эти весы, которые склонятся в нашу пользу. И все необходимое оружие, ну, будет, будет Украине поставлено. Желательно это сделать прямо здесь и сейчас. Там, кстати, и о сроках говорят. Вот к моменту наступления, то есть, которое, предположительно, будет весной. Наше наступление. Ну, убежден, что если Шольц и остановил колонну натовских танков, то это нужно рассматривать в части подходов к Москве. А вот на территории Украины эти машины себя еще проявят в умелых руках украинских танкистов. Хотя, судя по номенклатуре вооружения, мы больше страна НАТО, чем все остальные. Резюме по поводу Восьмого Рамштайна. Если, как говорит Андрей Николаевич Ларионов, нам поставляют оружие пипеточными дозами, то я вам хочу сказать, что это очень большая пипетка. Очень. Это уже десятки миллиардов долларов. И, конечно, Лойт Остин сказал на пресс-конференции, всегда можно сделать больше. Ну, в части немцев. Да, речь шла о леопардах. Так вот, я с ним не согласен. Бывают ситуации, когда сделать больше уже нельзя. И примеры такие есть. Да, на этом Восьмом Рамштайне. Пример, когда сделать больше нельзя, показала Дания. Эта страна передает нам 19 цезарей французских, которые мы умеем использовать. И которые уже есть на вооружении Украины. И, честно говоря, знаете, что произошло? Французские САУ Цезарь уже выработали свой ресурс за время, когда они нам были поставлены. То есть, те уйдут отдыхать на ремонт, на ТО, замену стволов и так далее. А на их место приедут, соответственно, машины из Дании. Есть еще государство, которое показало, что вот есть предел, когда больше сделать нельзя. Это Эстония, которая, в принципе, передала нам всю свою артиллерию. Вообще всю. И в последнем, то есть, в сегодняшнем пакете, там и вот эти вот итальянские гаубицы FH-70, 155 мм. Отдали они нам последних 122 гаубицы, до 30 еще советские. То есть, примеры есть. Ну, а Ллойд Остин прав. В части США и Германии всегда можно сделать больше. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях ваше мнение, ваши оценки. Убежден, что, скажем так, вот это вот чувство, что нам, украинскому тигру, чуть-чуть не докладывают, ну, не мясо, а в данном случае оружием, оно у нас сохранится до конца войны. И финальный перелом будет, когда парни за штурвалом F-16 будут общаться между собой щирую украинскую мову. Почему? Потому что, чтобы российские потворы не сдогадались. Субтитры создавал DimaTorzok